Всем привет, друзья! Вы на канале Экспера Вид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть Dead Raid Hunt. И по стечению везучих обстоятельств, друзья, мне удалось поймать еще одну способность на моего охотника Вильяма Банкса. Значит, сегодня мы, ребят, изучим его вторую способность и, конечно же, с ней поиграем. Вообще, для того, чтобы поднять, скажем так, вероятность выпадения чего-то более-менее интересного, я прокачал абсолютно всех персонажей на пятерочку, даже монстров я прокачал на пятерочку для того, чтобы... Ну, мне кажется, что так будет все-таки большая вероятность. Не то, что, знаете, прокачали одного какого-то персонажа, и именно на него пытаемся что-то словить. Мне кажется, так будет вообще непутево, поэтому я решил все-таки потратить серебро и прокачивать, в принципе, всех персонажей более-менее равномерно. Значит, друзья, вторая способность нашего Вильяма Банкса называется Снайпер. Активируя способность, Уильям больше не достает второй револьвер. Вместо этого он наносит на 30% больше урона. Длительность способности 5 секунд. И в чем прикол? То есть, на первом уровне у него есть какая-то своя изюминка в плане того, что он достает второй свой револьвер и наносит на 15% увеличенный урон. Здесь он просто наносит увеличенный урон на 30%. Вау! Это шедевр! Вот только на самом деле, как по мне, какая-то хрень. Просто увеличенный урон, вы серьезно? Ну неужели нельзя было для него, для нашего вот этого шерифа, придумать что-то более яркое и интересное? Ну, знаете, такое... Не прошли патрон называется. Ладно, давайте за него поиграем. И да, ребят, я почему-то не могу сделать привязку к своему Google аккаунту. Мне после каждой катки, а бывает и посреди катки, пытается прорваться к Google, чтобы сделать привязку, но почему-то он пишет sing in file. То есть, нифига, я так понимаю, не установлено и не найдено. И я не знаю, с чем это на самом деле связано. Если кто знает, то напишите мне в комментарии. И да, друзья, если кто-то знает, какая третья способность на 10 уровне на Вильяма, то напишите мне, пожалуйста, потому что я не знаю, стоит ли в принципе тратить серебро для того, чтобы его туда прокачивать. У меня как бы в планах есть прокачать абсолютно всех персонажей на десятку, но, блин, ну везде какая-то изюминка. Одна там вообще невидимая становится, другой вообще турель оставляет. У этого, ну просто увеличен уровень 30%. Вау, как это круто. Знаете, в наше время при обилии неких там каких-то возможностей, фантазии, можно придумать, мне кажется, гораздо больше. То есть, как-то оснащать ребят более интересными навыками. Это еще и отхиливаться может. У него просто... Ну я понимаю, что это самый первый персонаж, да, самый такой базовый, что он самый обычный, но, блин, ну на 30%, Карл. Это даже неинтересно. Мне, вот честно, мне сейчас просто-напросто даже жалко то серебро, которое я потратил, чтобы прокачать его на пятый уровень. Я даже не знаю, стоит ли других персонажей так же прокачивать. Ну хотя, все равно, если даже у той будет что-то с невидимостью, ну не знаю, друзья. Вообще, я не люблю особо там как-то загадывать на что-то вперед, но, знаете, в этой игре, наверное, думаю, что иногда стоит все-таки знать некоторые навыки, чтобы понимать, кого лучше, как прокачивать. Итак, мы видим, что... Ой, очень далеко, очень далеко там кого-то уже... Зажопили. Двоих зажопили? Да ладно, ребят. И нам еще два тотема найти надо. Два. И вместо того, чтобы это делать, мне тупо надо теперь возвращаться назад, чтобы постараться их спасти, то не факт, что это, в принципе, произойдет. Да, блин, давай, 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 стреляй. Чума. Против нас, друзья, чума. Кстати, классно сделали, что теперь наши монстры не привязаны к своим локациям. Теперь ты просто реально не знаешь, где и кого ожидать. Но на такой локации, там, где болото, кроме ведьмы, там делать особо нечего. Особенно, что там теперь, если ведьма могла проходить под этими крышами, то такие, как мясники, чума пройти там не смогут. Оу. Это, короче, за мной, я понял. А мы сделаем резкий ковырочек. Да, пошел отсюда. Блин, чума, он же быстрый, падла. А мы резко вот так сделаем. А вот и тотем. Давайте я немножко, да, увеличу, чтобы увелич... Сделаем вот так, чтобы... Блин, стреляй сюда. Есть. И стреляй сюда. Давай, давай, давай. Так, 154, 157, 156, 139. Я знаю, что я сдохну, но я должен уничтожить этот тотем. Давай. Есть. Лег, но добил. Теперь ребятам осталось просто добить этого чувака. Остался Леонид и какая-то дивуля. И они, короче, меня сейчас освободят для того, чтобы меня завалили. Оставай невидимкой, дура. Меня будут убивать первым? Нет. Я промазал. Окей. Я понял. Я понял. Блин. Освободите меня. Так, давайте воспользуемся нашим навыком. 210, я вижу, да, был? Ну-ну-ну, стреляй! Почему он не стрелял? Капец, он медленный. Реально, вот эти персонажи медленные. Пока руки поднимут, мне уже раза два треснули. Хотя бы резкость ему, какую-то скорость добавили. Нет. Мы просто увеличили урона 30. Бесит. Ладно, ладно. Должен быть какой-то имбовый персонаж, должен быть какой-то лузерный персонаж. С этим все понятно. Давайте откроем, кстати, сундук. Нет, видите, ничего у меня отсюда не выпадет, потому что сияет белым. Давайте еще раз за него сыграем. Вообще, я часто наблюдаю Вильяма, но я так понимаю, что это просто играют новички. На нем старички, ну как старички, ну относительно тех, которые играют в эту игру с самого начала, мне кажется, редко сидят. Разве что только, если они хотят набить на него просто левел, чисто так, по фану. 30% без револьвера второго. Он просто чуть-чуть сияет. Честно, вот когда получаешь вот такие вот навыки, начинаешь радоваться способностям, что вот это что-то новое. И это что-то новое просто, ну ни о чем на самом деле. У него и так маленький урон и просто 30%. Ладно, будем просто играть. Вот смотрите, ребят, прям посреди игры у меня сейчас будет попытка привязки аккаунта, подключения, но ничего не произойдет. Я не удивлюсь, если меня сейчас вообще завалят. У меня такое было. Все нормально? Раздуплился? Окей. И да, мне интересно, когда доделают вот эти сообщения. Вот, ищите тотемы, вот только никому это... Ага, свинья. Так, ладно. А я пойду за ним. Не, я не пойду за ним. Он куда идет? Так, ладно. Пусть ребята, короче, балуются, страдают фигней. Надо искать тотемы. Так, по этой стороне вообще они есть. Блин, лучше бы я на него какой-нибудь скин выловил или пушку. Там вот реально на него есть скин на оружие очень крутой. Вот я бы себе хотел, конечно. Там просто реально по-крутом и все выглядит. Стреляй давай. Так, два тотема есть. Блин, где она? Ладно. Короче, один, я так понимаю, ливнул. А эти теперь просто по очереди по клеткам рассаживаются. Так, давай... Ладно, подбежим немного поближе. Пока мы сприцелися. Так, он на меня прет или нет? Да, по-моему, он где-то здесь. А, вот ты где, друг мой. Ой, попал, да? Ой, как это неприятно, наверное, да? Ой, сейчас еще попаду. Ой, как это, наверное, неприятно. Так, там я обойти могу. Ой, сейчас я сюда выстрелю. Оу! Меня все-таки огрел. Так, давайте, наверное, сделаю увеличенный урон, чтобы этот тотем по-быстрому свалить. Давай, 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 давай! Есть! Отлично! И меня, короче, посадили в клетку. Я надеюсь, что сейчас его убьют, а меня освободят. Или этого не произойдет? Да ладно! Как это все было вовремя, а? Еще и двоих, ребят! Дабл сделал просто. Давай, давай, освобождай меня есть. Хорошо. Мне надо на расстоянии отойти. Я все-таки дальняк. Нет смысла мне с ним тягаться вблизи. Блин, нет, я сдох. Какие-то неудачные из-за него катки на самом деле. Короче, друзья, вот такая вот у него вторая способность. Напишите мне в комментарии, что вы об этом думаете. Как по мне, это неудачная способность. Не стоит тратить серебро на такого персонажа, как Вильямс Банк. Ну, вы были на канале Экспиравид. Подписываемся на мой канал. Подписываемся на мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Будет больше, будет лучше. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok